Сегодняшняя героиня нашего фильма-интервью в цикле «Русский Рим. Лица» — это лауреат конкурса «Русский Рим» Светлана Касьян. Удивительная, невероятная оперная дива с мировым именем, драматическая сопрано. Она проживала трагические судьбы своей героинь не только на сцене, но и в реальной жизни. Разные были моменты, был период как в каком-то самом страшном фильме. Я это все ластиком из памяти удаляю. Такие периоды, о которых даже никто не знает вообще, что было в жизни моей. Светлана родилась в Батуми. Когда ей было 9 лет, началась война. Они вместе с мамой и братом бежали в Казахстан. Был голод, лишение. Светлана была вынуждена постоянно помогать маме поддерживать семью. Она сумела поступить в консерваторию имени Чайковского, где все преподаватели в один голос говорили о том, что голос у Светланы Касьян гениальный, и это будущая мировая знаменитость. Так и получилось. Сегодня амбассадор русской культуры, прекрасный Светлана Касьян, поет на лучших оперных сценах мира. После исполнения Светланы Касьян партии в опере «Пучини Тоска» папа Франциск пригласил Светлану Касьян на аудиенцию и делал это неоднократно, а впоследствии вручил ей орден Святого Сильвестра. Светлана Касьян стала единственной женщиной в мире, обладательницей этого ордена. А папа Римский попросил Светлану Касьян, амбассадора русской культуры, петь всегда во имя добра. Впервые почувствовала вкус успеха в 2011 году. Нет, даже в 2010. У меня в 2019, 2011 год и 2010 были такие прям вот, не то чтобы оскароносные, но прям такие очень яркие в плане премии, моих каких-то таких самых масштабных достижений. Я помню тогда как раз из Большого театра поехала на международные конкурсы, уже такой вот старт для мировой карьеры. И там три конкурса было, и три я победила. Взяла гран-при, это огромные были и финансовые, конечно, премии, и что немаловажно для молодой певицы. И там были директора театров, которые мгновенно предложили мне самые замечательные контракты. Это был контракт как Биеннале, Венеции, театр Ла Фениче, в титульные заглавные роли, протагониста, как они говорят, главная героиня Мадама Баттерфляй, после чего последовала Тоска. То есть сразу самые коронные роли. Это, как говорят, по роли Примадонны. И вот я получила свой первый европейский контракт, как раз десятый год был, и вот эти вот мои победы на конкурсе. И помню эти ощущения, когда я приехала в Италию и увидела свою фамилию на афише. Молодая певица, которая только-только там еще четвертый или пятый курс консерватории, студентка еще. Я, конечно, уже много чего спела в Большом театре, опять-таки, главные роли. Но это у нас дома в России, как-то воспринимаешь как должное, ну вот я не знаю. А тут для всех мировая карьера, это же вообще просто прям мечта любого артиста. Когда увидела вот свою фамилию, помню, первый раз тогда, я расплакалась, да, десятый год. Вот. И прям вот почувствовала этот вкус и в какой-то момент думала даже, что у меня сейчас вот это может вскружить голову. Но этого не произошло, потому что она увидела такой пример, как одна очень известная певица. Всю жизнь купалась в любви к публике и имела грандиозный успех, потрясающую карьеру. У нее были проблемы со здоровьем, и я должна была петь другие спектакли, то есть в другие дни в спектакли, а она в другие. Потому что такие масштабные роли каждый день нельзя петь, человек может сломаться. В общем, дирекции решили рискнуть и поставили меня на все премьеры абсолютно. И я увидела, как публика резко, вот какие-то мои письма и в интернете, и в соцсетях, они писали, что вот, теперь у нас новая звезда, вот мы ее так любим. Но на этом примере я поняла, какой этот мир жестокий. Что завтра, послезавтра с тобой что-то произойдет, и тебя забудут, и все твои достижения, твою потрясающую карьеру, твои шикарные роли, твою самоотдачу, все, что ты вот положила на алтарь этой карьеры. И это так протрезвляет тебя, так снимает эти какие-то розовые очки с глаз, и понятно, что крышу уже не снесет от этого успеха. Как воскресенье, ночное тишенье, как смеялись тогда мы трое сиденье. Он свежей невесны, жарче летнего дня, как он молод, как он смеял, как он любит меня. Любовь к публике она мне дает много, это просто такой заряд. Я получаю эти письма со всего мира, и удивительно иногда такие вот сдержанные люди, которые такие закрытые, кажется, совершенно не эмоциональными, начинают так горячо плакать на твоих выступлениях и писать тебе такие письма, отправляют подарки в разные страны мира. Это заряжает тебя, и ты понимаешь, что не зря было потрачено столько сил, здоровья, энергии. Потому что пока ты там выучишь все эти 500 страниц на итальянском языке наизусть, сделаешь их с коучем, произношение, музыку, с пианистом, с педагогом, со всеми, в общем, на высшем уровне максимально. И финансовые вложения, потому что ты оплачиваешь все эти занятия, чтобы подготовить и время твое, и силы, и здоровье, и концентрация. И когда ты получаешь вот эту вот любовь к публике, вот этот происходит мощнейший энергообмен, ты понимаешь, что все это не зря. В профессиональном плане я чувствовала как будто руку ангела всю жизнь, потому что это самых детских лет. Это как у Моцарта абсолютный слух, не зная нотные грамоты, я села за инструменты и могла воспроизвести любую мелодию. И голос, который с первых дней 5-6 лет меня привели на прослушивание, все педагоги, сказали, поражают масштабом, диапазоном почти в 4 октавы и вот этим вот комплексом таким. Это вот, да, и настолько вот все очевидно было, и все эти конкурсы, и юношеские победы, и далее, и даже помню, обманывала руководство, говорила, что мне гораздо больше лет, чем есть на самом деле, чтобы участвовать в более таких уже юношеских конкурсах, будучи ребенком. И приходила, и побеждала, и выглядела старше, смуглингая такая, и внешность такая, что позволяла приврать, прибавить себе возраста. И далее уже в Москву, когда приехала, поступала в консерваторию, там 500 человек на место, вообще просто сумасшедший конкурс на бюджетный, бесплатно поступила, еще стипендию получала. То есть я говорю, мама, говорю, я замечательный ребенок, который в МГК приехала одна, поступила еще и на бюджетно, бесплатно, получила потрясающее образование, еще и стипендию получала. И на третьем курсе уже была принята Большой театр, то есть там тоже сумасшедший конкурс был абсолютно, потом эти победы на международных конкурсах. Только-только начинаю осознавать и ощущать себя уже вот не той девочкой-студенткой из молодежной программы Большого театра, а уже вот состоявшейся личностью, в принципе, только-только вот это вот ощущение как-то стало приходить не так давно. Плюс у меня еще драматическая сопрано, там сдвинутые грани, там до 30-35 лет, вообще ты прям янг-янг, вообще очень молодое сопрано считаешься. Если это еще и драматическая сопрано, то вообще прям джован и джованиссима, в общем, это в балете в 30 лет уже пенсионеры, а в опере немножечко иначе, в таком амфлуа, если ты поешь именно вот эти все ролики, как Тоска, там Магбетт, не знаю, Аттила, Адабелла. И приезжаешь, и тебе надо, там, я не знаю, зал, как Арена Деверона на 33 тысячи мест без микрофонов, без подзвучки, отзвучить самые главные титульные роли, в которой там весь мир тебя под микроскопом рассматривает, то, что это ничего не может быть престижнее, чем Аидова Арена Деверона на закрытии сезона. И, конечно, вот это вот напряжение, это вот сумасшедшая ответственность, важность и все вместе, это сложно, и иногда бывает, что, может быть, даже чисто психологически от этого напряжения человек может заболеть, или ослабевает иммунная система, там, подхватываешь быстро какую-нибудь инфекцию, и ты там закидываешь с себя, я не знаю, ведро антибиотиков, там, уколов, внутривенно, внутримышленно, все это вот, чтобы все хорошо исполнить. И нагрузки такие сумасшедшие бывало, когда там, не знаю, по 20 перелетов за месяц, это тоже, и ты без сна, и ты летишь из Рима в Сибирь, минус 47, плюс 22, там, 20 часов перелета, и, не знаю, сутки, и 16 часов разницы во времени. Это все, конечно, отражается на здоровье, такие вот безумные путешествия. Впервые в жизни спела оперу Пучини Багема «Мими», а это та самая роль, которую, как правило, очень много поют лирически сопрано, а, наверное, 90% женщин, они как раз-таки по природе свои лирические сопрано, а драм-сопрано – это самый редкий такой тип голоса, их буквально, там, не знаю, несколько человек в мире. Как раз-таки вот я носитель этого голоса. И такая замечательная легкая роль, и я думаю, боже, как люди прекрасно, легко живут и поют, и с такими ролями легкими. Конечно, ты не будешь Примадонной, но ты поешь себе, зарабатываешь прекрасную музыку, и при этом можешь встречаться с друзьями, отдыхать, там, жить полноценной жизнью. Потому что, например, перед премьерой в арене Диверона Аидой, которая «33 тысячи зал» и самая сложная сопрано-новая роль, я взяла на сутки отель, чтобы сконцентрироваться, чтобы восстановить голос, потому что только вот сутки тишины помогают тебе озвучить зал на «33 тысячи» в этой самой сложной сопрано-новой роли Аида. Это вот технически прям вот, ну, потолок сложности. Десять лет вот таких ролей, таких театров, с такими маэстро, и понимаешь, что да. Я сказала себе, я не буду больше забывать, вот, сколько я здоровья, сил, вообще своего труда вкладываю. Потому что у меня вот была такая, какая-то детскость была вот до этой осени, до этого момента. У меня просто еще стресс был, смотришь, там, близкий человек умер, и все вместе, и три недели без отдыха, и три ночи меня не пускали вообще. Не пустили нас на самолет, пришлось лететь через Турцию. А я должна была уже в Италии быть, уже на оркестровой, на сцене, двое суток без сна в итоге, в этих пересадках, в этих самолетах. В общем, был ужас какой-то. Я приехала сразу на сцену, и там ты должна быть свежая, в голосе, красивая. Никого не волнует вообще, как, что и почему, и что там до этого три недели у тебя не было отдыха вообще ни на минуту без выходных. Я так расплакалась, все накопилось, и я думаю, как я вот себя в своих же глазах обесцениваю. Я очень самокритична, это хорошо, это такой двигатель прогресса, но чтобы это не зашкаливало, и ни в коем случае, да, не обесценивать свою сумасшедшую работу, которую... Я трудоголик, я это не отрицаю, я такая была, и, наверное, это неизлечимо, мне от мамы наследство досталось. И я думаю, вот почему, как только успех, здорово, все хорошо, я мгновенно забываю все сложности. Даже вот эти вот, там, несколько моих замечательных друзей, они говорят, когда мы, говорит, сидим где-нибудь там в Европейском театре, допустим, рядом сидит артистик-директор и говорит, что завтра вот планируется там опера Трубадур. И они, любя меня, как бы горячо, искренне, там, они начинают на эту роль, там, свою другую безголосую, бездарную, там, девочку из провинциального театра тянуть. Говорят, потому что ее жалко, а у Касьяны так все будет шикарно. В какой-то степени обидно, а с другой стороны, я понимаю, что мне все равно Господь дает, и какие-то двери другие открываются, и все хорошо, и все идет. Как говорила Фаина Раневская-Великая, что жалость раздают бесплатно, а зависть еще надо заслужить. И понимаю, что заслужила, конечно. Когда мне даже родные люди говорят, что мы тебя горячо любим, но вот даже когда тебе там было 12 лет, и ты там 11 лет искала там 110-ю работу и заработок для того, чтобы и домой деньги принести, мы тебя, говорит, не жалели, потому что знали, что да ты, говорит, просто мега живучая, сильная, и такая умничка, что... Хотя у меня было так сложно, и я не такая сильная, как кажусь всем, и столько вот, не знаю, боли, сложностей, когда, помню, даже в Москву приехала, и мне было там еще до Москвы, даже, помню, перед тем, как приехать в Москву, заработать надо было 16-17 лет. Два месяца работала, стеснялась сказать директору, что мне не дают зарплату. Еще такая маленькая была. В итоге подходит администратор и говорит, а директор сказал, не даст ей ни рубля, был испытательный срок, а с завтрашнего дня уже начинается работа, и потом... Я так плакала, мне просто вот настолько вот, то есть... Ну, вот такие же случаи в жизни, они меня учили, учили тому, что уже вот не стыдно подойти и за свою работу взять деньги. Либо, если бы мне сразу... Я не постеснялась бы, там, подошла, сказала, сказали бы, что два месяца ты будешь на нас бесплатно работать, я бы выбрала бы другое место, где я смогу заработать на хлеб там и на то, чтобы отправить домой маме деньги. За жилье платить я должна была там порядка 200 долларов заплатить хозяйке квартиры. И мне не заплатили ни рубля, я осталась без денег. И то, что там у меня было в кошельке с собой, там, ну, грубо говоря, я не знаю, там, тысячи три, я не знаю, меня украли еще в автобусе, это был единственный такой раз в моей жизни. И я шла, помню, в Астрахани, по берегу Логи, и так вот прям горячо плакала все уже. Ну, куда идти, да? Вот нет ни родственников, ни друзей, ни... Кого вообще? Ты одна. Остановилась машина, остановился мужчина незнакомый, вышел из машины, спросил, почему платишь? Я вот... Украли, не заплатили, градом все это льет. Говорит, пусть это будет самое большое горе в своей жизни. Достал кошелек, достал эти деньги мне и уехал. Я не знаю ни имени, ничего. Вот и помню в церкви помолилась, пожелала этому человеку счастья и здоровья, и долгих лет жизни. Такой, как Дед Мороз, как я вот верю с самых детских лет, что Господь иногда вот в виде тех или иных людей посылает ангелов на землю. По сей день у меня есть на уровне подсознания страх, когда война была еще в Грузии. И нам давали по талонам на хлеб, и мы должны были с жутчайшим маргарином. Я никогда в жизни не забуду этот жуткий вкус. И разрезали его на семью. Мама, Беба, мой брат, моя сестренка и я. И вот на маленькие кусочки с этим адским маргарином просто я это все выбрасывала за шкаф. Я решила, что я буду голодать, но не есть эту гадость. Желудок, конечно, все это пострадало еще с детского возраста. И голодали прям, и кушать было нечего. Мама, она феноменальна у меня, особенно в плане кулинарии. Я ее называю, я говорю, la reggina della cudgina. Это на итальянском языке королева кухни. То есть она могла там из ничего сделать какое-то блюдо. У нас дома такой там лук, и она его как-то там поджарит. И вот мы макаем этот лук. Вот ничего больше не было. Спасало то, что в Батуми было очень много овощей и фруктов. Инжир срывали прям у дома, росы и прям с ветки. Все это инжир, хурма, королек, мандарины, апельсины. Все такого качества, как вот сейчас я была в Италии. Ты там овощи, так овощи, фрукты, так фрукты. Такого прям такие вкуснейшие, полные витаминов. Это спасало. Нас на отработки-то отправляли. Это все собирать. И мы мисками приносили домой, ведрами просто. И, можно сказать, жили на фруктах, так вот и овощах. Это помогало, конечно. Но у меня страх до сих пор есть. Если вы зайдете ко мне на кухню, заглянете ко мне в шкаф. У меня там прям, например, я вот люблю чья, да, вот с кокосовым молоком. Но я 110 пачек семян чья купила. Хватит их на 110 карантинов. Но вот этот вот страх на уровне подсознания, что вот вдруг опять будет война, голод и страшно. И я понимаю, что это смешно, конечно, даже. Вот, и говорят, те продукты, которые я люблю, они просто в таком количестве, в безумном. Это еще осталось. Этот страх, он еще сохранился. Я очень боюсь автобусы. Я, боже, у меня прям фобия на эту тему. Я была маленькая. Не было, во-первых, денег на автобусы. Я всегда ездила с зайчиком. Меня часто так ловили за ухо. И много чего было. И готовы были даже побить ребенка. И холодно было очень. Не было одежды. Не было денег на проезд. И я помню, вот, часами я просиживала на этой остановке в ожидании автобуса. Этот адский, этот жуткий холод. И вот этот вот страх от очередной поездки с зайчиком. И вот эти вот ощущения, прям, что тебя могут сейчас чуть ли не побить в этом автобусе. И вот, не знаю, и ты промерзла. И у тебя нет одежды. Там рваные брюки брата, которые там до дыр изношенные вообще. На которых даже латки уже поотваливались. И вот эти вот ощущения ужаса. Голод, дохода. Ах! Да слез просто. Вот пугает. И вот даже у меня дочка любит автобус. Она иногда просит. Мам, давай прокатимся по садовому кольцу на автобусе. Мы так как-то ездили с бабушкой. И мама моя тоже любит такие прогулки на автобусе по садовому кольцу. Я даже в метро спущусь с радостью, честно. Вот спокойно могу проехать там пару станций. Москва стоит. И шесть минут я уже там в большом театре, например. Шесть минут. И метро там в минуте от дома. Никакого мне дискомфорта не вызывает. Никакого страха. Но автобусы прям. У меня прям вот. Я прям сажусь. Хотя это у нас прекрасные, замечательные автобусы. Я даже смотрю на них и меня прям накрывает. Конечно, осталось это с детства. Вот этот ужас, который я тогда испытала. Все детство так было. Все время. То есть не было. Ну и что ты сделаешь? Ну нет денег ни на проезд. Нет одежды. Нет вообще ничего. И ты должен как-то добраться с точки А до точки Б. Меня приглашали и в Лондон, меня приглашали в Америку, и маэстро Доминго. Говорили сначала на стажировку там год-два, как молодую певицу, а потом уже остаться и быть непосредственно американской певицей. И я думала, меня ничего здесь не держит. У меня нет ни бойфрента, ни мужа, ни детей. И желания их обрести у меня тоже нет. Потому что там весь коллектив, там они все были голубые и лесбиянки. И понятно было, что личной жизни там не будет. И меня это нисколько не пугало. Я даже собиралась переехать. Замуж я не хотела, потому что у меня тоже был такой пункт в голове. Я не думала, что мужчинам можно довериться. У меня мой папа оставил нас, когда я была еще у мамы в животе. Мама была беременна мной. А уже брат был, был брату полтора годика. То есть с двумя маленькими, почти новорожденными детьми одну оставил. И за всю жизнь я никогда его не видела. Ни рубля, ни алиментов, ничего. Мы голодали. Я говорю, вот так вот я, такое жуткое детство. Вообще много чего было. Увы, много ужаса было. Вообще не хочу даже вспоминать, озвучивать. И человек предполагает, Бог располагает. Я на концерте, я пела концерт в Большом театре. Меня встретил мой супруг, который в тот же момент всем своим друзьям сказал, она будет моя жена. Сделал мне предложение руки и сердца. На второй день уже принес кольцо в Большой театр. И пришел на мой спектакль. Я пела про Кофева. И показал мне на своем примере, что бывает иначе. Что бывает вообще по-другому все. Потому что он вырос в полной семье, где видел перед собой картинку заботливого, любящего, замечательного отца, прекрасного. И чудесная мама, и полная нормальная семья. То есть нормальный человек. Вот. И так, как говорится, я стала нормализоваться. Я смотрю сейчас, даже гуляя с ребенком на детской площадке, наблюдаю таких прекрасных отцов, которые там доцеловывают своих детей с такой заботой, с такой любовью. И в самолетах летит отец с двумя детьми, как он о них заботится. И у меня прям мурашки по коже. Это для меня такие эмоции вызывает. Мне кажется, ничего брутальнее и круче быть не может для любого мужчины. Я очень рада, что мне посчастливилось стать мамой. И это самая прекрасная роль для любой женщины в этой жизни. Потому что я видела огромное количество примеров таких, когда женщина погружалась в карьеру и всю себя посвящала карьере. Но к 60 годам я начинала ощущать такую пустоту кто-то раньше. Я знаю, что есть чай. Айтсфри — люди, которые вообще не хотят иметь детей. Это право каждого. Но вот в большинствеств не зря так устроено природой. Ты подходишь утром к этой кроватке, целуешь этот подбородочек, этот детский запах. Они пока маленькие, они все так вкусно пахнут чистотой. Девочка еще — это такая нежность просто зашкаливающая. В общем, я безумно рада, что я изменилась из вот такого сумасшедшего карьериста, который хотел только карьеру в одиночестве. И вообще просто без семьи, без детей. Мне и долго не было такого материнского инстинкта. Но рада, что стала жить полной жизнью. Потому что в итоге-то ты и публике даже становишься неинтересен, если вот ты такой однобокий, единственная в мире сопрано. Это Мария Калас, которая умудрялась, не испытав вот счастья материнства, единственное, наполнять вот этими красками роли сердца матери. Я не знаю, она одна, а больше я таких примеров не знаю. Потому что публика видит, когда мать поет там эту роль, понимая вот эти эмоции материнское сердце. Или женщина, которая не знает, только просто поэтому «Адди гу пикулу амор, прощай моя любовь, прощай сыночек навсегда». Или мать, у которой сердце разрывается. «Адди гу пикулу амор» «Адди гу пикулу амор» «Адди гу пикулу амор» После рождения ребенка уже ничего не страшно. В плане боли ты уже не боишься, ты как-то так, можно сказать, окреп, но появляется другой страх. Сумасшедший страх за этого человечка твоего родного, за этот комочек, за который ты несешь ответственность. Наверное, любая мать, мне кажется, всю жизнь безумно переживает за своего ребенка. И когда пошли эти роли, там, Баттерфляй или Сор Анджелика, и ты уже этими красками вообще, вот все, что касается ребенка, ты так глубоко это проживаешь, и публика чувствует это, конечно. Режиссеры говорят, что прям вот наконец-то ты стала в полной мере раскрываться и выдавать именно то, что надо, то, что хотелось бы, потому что все равно была какая-то до этого, до рождения ребенка закрытость какая-то такая. И плюс, как вот Виталий говорит, матура, пью матура, заматерела, как они говорят. Это и в голосе новые богатые краски, яркие. Я почувствовала какую-то еще дополнительную силу с рождением ребенка. Я поняла, что я еще больше могу. Иногда смотришь на себя как со стороны, вот то, что происходит здесь, там твоя душа где-то, а вот тело, оно здесь, и как вот это вот все происходит, и вот поражаешься. Позвонил какой-то человек, говорит, вот я был на вашем концерте в январе, могли бы мы с вами встретиться на чашечку кофе возле зала Чайковского на две минуты, там, переговорить. Есть предложение, там, по выступлению. Ты приезжаешь, и тебе организовывают концерт с Миром Костурицей. Получаешь премию, там, Соренто. Тебе подходит поздравлять Том Круз. То есть откуда эти люди, откуда эти предложения, откуда все это происходит? Как-то так. У меня муж спрашивает, а какая у тебя была стратегия? Я говорю, никакой. Я как Флория Тоско в опере Тоско Пучини, виси д'арты, виси до моря. Жила искусством, жила любовью. То есть искусство и вся погруженная в музыку. Муж говорит, так нельзя, надо все вот там как-то просчитывать, очень иметь такую холодно-трезвую голову. Я говорю, наверное, но я никогда не смогу стать расчетливой, никогда не смогу стать. Может, как-то этому можно научиться, но если, мне кажется, это не дано от природы. Может быть, это мне даже в жизни помогает, что вот ты до конца не осознаешь, что с тобой происходит. И вот чтобы не было какой-то излишней важности. Есть благодарность, благодарность Богу за такой путь, за такие события в жизни. Я навсегда буду, конечно, благодарна и Италии, которая подарила мне вообще вот все эти эмоции, все эти премии. Папе Римскому, его благословение, его вера. Был бы помощник на моем выступлении, и моя Тоска, и они смотрели мою Тоску в Ютьюбе. Конечно, удивительно, что твое творчество так вот отмечено, и твоя работа. И сейчас мое 35-летие в Ватикане с Папой Римским по приглашению, с чудесным подарком, и с этим орденом, награждением, титулом. Он очень простой, замечательный человек. Вот я говорила, чем более тихо-кодарен, чем более поцелован Богом, тем как-то проще, тем человечнее. Самые великие вот эти дарования. Маэстро Доминго, величайшее дарование, такое простое, вообще замечательное. Моя любимая Анна Нетребко, которую я горячо люблю всем сердцем. Просто легенда 20-го. Вот с первого века вообще просто потрясающе, очень такая человечная, простая, без напыщенности, без этого снобизма, без какой-то излишней гордыни. И это не делает ее менее одаренной. Она просто поцелованная Богом, прекрасная, замечательная певица. Более того, я замечала, что чем более одаренный человек, тем он проще в общении. А вот эта вот какая-то излишняя напыщенность, снобизм, он, как правило, может быть, какая-то такая защита, иголочки у человека, когда он чувствует какую-то такую неуверенность внутри, в глубокой души, внутри себя. У меня такие примеры перед глазами. Я говорю, папа римский, который при всей его, при всем масштабе этой личности, при этих одарованиях, благословляет мой голос, мой путь, мои ближайшие роли. Спрашивает меня, как я, с каким наполнением буду исполнять новую продукцию Аиды, какую роль я сама хотела бы на ближайшие контракты, что там предстоит, что не предстоит, что надо, что не надо, какие-то даже советы. Помню, первое благословение, я была беременна доченькой, он благословил, на рождение Анатолия. Она как-то выдала, ей было годика четыре, наверное, три с половиной. Я решила, что я с папой, мы будем любить друг друга, он станет моим принцем, и я выйду за него замуж, а мама останется жить с папой римским. Я бы даже не против была бы получить Оскар за лучшую женскую роль, потому что у меня столько замечательных ролей, и, конечно, здорово, если кто-нибудь когда-нибудь снимет фильм-оперы, как это было у Франко Дзо Ферелли, и есть вот роли, в которых я прям лучше, в мире, так это прозвучит скромно, вот, не, много чего я очень хочу, у меня я очень амбициозная, у меня много желаний, много музыки исполнить, многое сделать, и много планов, и я говорю, вот я такая прям амбициозная, конечно, в этом отношении, много-много чего хочу, и просто не буду озвучивать, и я вот придерживаюсь того мнения, что не говори гоп, пока не перепрыгнешь, и поэтому, ну, главное, что это все исполняется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok